Как и на таможне, так и стороной агрессора. Поэтому, чтобы люди не попадали в ДТП и соблюдали правила дорожного движения, а мы им дали возможность эти правила соблюдать, прежде чем требовать выполнения, нужно обеспечить условия. Поэтому в данном случае сюда пригласили дорожную службу и эти действия согласованы с госавтоинспекцией области. И на сегодняшний день здесь будет нанесена разметка. Я понял, по состоянию на сейчас разметки нет, но люди находятся здесь на дороге. По состоянию на сейчас я не вижу, чтобы кто-то либо... Ну вот, пожалуйста. Что? Ну, люди, которые блокируют. Покажите мне, кого блокируют. Сейчас они разошлись. Вы приезжали, здесь были люди, которые перекрывали дорогу. Я не видел. Это в данном случае, это всего лишь ваши предположения. Вы сейчас работаете с камерой и вы можете показывать картину, которая существует на вот это время. Я специально приехал для того, чтобы убедиться, соблюдается ли здесь буква закона и не нужна ли кому-то моя помощь. Вы проверяли документы у людей, которые здесь проводят документы? Я проверяю у всех документы. Вот, например, вот мужчина стоит. Однозначно. И у этого мужчины. И вот у этого мужчины. В данном случае. И вот сейчас мы создали и работают оперативно-следственные группы для проверки как личности каждого человека, присутствующего на приграничной территории, так и груз, который приехал сюда, и законность затамаживания этого груза, и фирмы, которые являются собственниками этого груза, и есть ли у этих фирм разрешение, и существуют ли у них лицензии. Потому что на сегодняшний момент мы знаем о том, что существуют жесточайшие коррупционные схемы, которые обворовывают бюджет украинского государства. А так как мы получаем деньги налогоплательщиков, то наша основная задача – это использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы навести законность и порядок на каждом сантиметре украинской земли. Илья Владимирович, проверка идет уже где-то полчаса примерно, наверное. Да. А нашли уже нарушения? В данном случае там работает оперативно-следственная группа, которая фиксирует каждое нарушение. Это не одной минуты процесс по той простой причине, что мы будем связываться с областями, в которых зарегистрированы фирмы, и будем просить их о том, чтобы они пробивали те фирмы и давали нам информацию ту или иную по тем или иным конторам, которые вели брокерскую в том числе деятельность. Скажите, пожалуйста, почему эту проверку начали именно сегодня? Ни вчера, ни до того, как была блокада здесь такой массовой, не проводили, не проверяли грузы? Почему не проверяли грузы? Вчера здесь не было такой проверки. Так, вчера дело все в том, что мы пытались решить вопрос организационный, потому что существуют первостепенные ситуации, существуют второстепенные ситуации. Нужно было правильно организовать, правильно взять, всех вместе соединить, потому что вы знаете, что здесь есть такая воинственная организация, как правый сектор, в которой мы должны были проверить документы у них, мы должны были проверить отсутствие оружия для того, чтобы сохранить человеческие жизни. Потому что наша задача первостепенно – это сохранить и защитить каждого гражданина на украинской земле. Илья Владимирович, со стороны водителя это может выглядеть как давление. Они отказались выезжать, не приехала проверка на них именно сегодня из-за того, что отказались выезжать. Это всего лишь навсего ваши предположения. Ваши предположения. Это всего лишь навсего нормативная проверка документов, ни больше, ни меньше. И если ты чист перед законом, то тебе нечего бояться. Я сейчас и у вас могу попросить предоставить мне документы, потому что я являюсь здесь представителем закона. И в том случае, если у вас нет паспорта или удостоверения личности, вы будете задержаны и доставлены в участок для удостоверения вашей личности на 3 часа. Все, понял. Все документы есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.